Привет, друзья, с вами я, Адриан. Сегодня будет видео-ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые приходят мне на почту. Первое. В чем суть ISO-222? И почему в портфеле, и как, в каком количестве нужно иметь какую-то валюту, которая уже имеет сертификат ISO-222? Второе. Почему любой физический продукт в скором времени будет иметь и свой NFT? Третье. Что такое CDBC? И первое, о чем будем говорить, это ISO-222, поскольку много людей в своем портфеле дают довольно большую часть в процентном соотношении токенам, которые имеют этот сертификат. Дело в том, что любой продукт имеет какие-то сертификаты, какие-то стандарты. Неважно, это корабль, это артиск, очки, микрофон или же в новой технологии коины или токены. Но ISO всего лишь пакет стандартов. И для продукта, чтобы получить ISO, просто нужно совпадать с этими стандартами. Наверное, простой и лучший пример – это контейнеры. Все контейнеры, которые выпускаются, они имеют какую-то массу, которая совпадает с правилами в этом ISO для контейнеров, для грузоперевозки. Их масштаб, длина, глубина, высота совпадают с стандартами, написанными в этом ISO. Максимум груз со стороны тяжести, которую можно поставить в этот контейнер, тоже совпадает по правилам ISO для контейнеров. Так вот, ничего не отличает другие ISO. Это просто пакет правил. Если мы говорим конкретно про ISO 222, основной пакет правил – это чтобы информация никоим образом не терялась, то есть частичное достижение информации, этого чтобы не было. То есть та технология, которая может получить ISO 222, первая, должна обеспечивать то, что любая информация не может быть утеряна, если она передвигается с помощью этой технологии. Второе. Вся информация, которая передвигается с помощью этой технологии, она в любое время должна быть нахождена, трекинг. Поэтому неважно это SWIFT GPI, это XRP Ledger, это IOTA, это Stellar, плюс временной отрывок, когда эта информация с точки А дойдет до точки Б получателя. Этот временной отрывок тоже должен совпадать с нормами ISO 222. И тут самое важное. То, что некоторые проекты в сфере криптовалют уже имеют ISO 222, никоим образом не гарантирует их успешное будущее. Или со стороны цены, что эти проекты настолько будут применены, что цены на IT-токены будут просто расти очень сильно. Ничего не запрещает новой технологии, которую прям сегодня кто-то разрабатывает у себя, завтра получит этот сертификат. Потому что это всего лишь сертификат. Когда вы создаете любую вещь, ручку, очки, есть очки с магнитными или наушники. Любую вещь, которую вы создаете, если вы хотите продать его на большой рынок, вы должны смотреть, какие ISO, какие стандарты есть для конкретного продукта. То же самое и для продуктов, технологий в мире криптовалют. Сегодня их 5 или 7 криптовалютных продуктов, которые уже получили сертификат ISO. Завтра их будет десятки и сотни. Успех этих программных решений не зависит от ISO. Зависит от работоспособности, конкурентоспособности и энергии команды и партнеров в направлении внедрения, взятия рынка и увеличения рынка для этого продукта. Поэтому эфириум на первом месте имеет самое ужасное программное обеспечение. До того, что случится в сентябре 15 или 16 сентября, это даст эфириум наконец-то быть как продукт хорошим продуктом, который реально может иметь конкурентоспособность. До этого то, что эфириум является номер один платформой, это работа эфириума Алиаса. Как было с Microsoft. Программное обеспечение ужасное, но главное взять рынок. То же самое с эфириумом. И Microsoft является одним из самых влиятельных партнеров в эфириум Алиас. Так что направление эфириума то же самое. Продукт со временем станет лучшим. Самое главное взять рынок. Поэтому количество разработчиков на эфириум Алиас в десятки раз, если не в сотни раз больше, чем количество разработчиков на других похожих платформах. Так что если суммировать, рано или поздно все платформы будут иметь одинаковые функциональные возможности. И самое главное будет рынок. У кого-то будет маленькая часть доли, в этом рынке у другого большая. Ставить на то, что проект имеет ISO и поэтому оно должно быть у меня в портфеле в большом количестве, это неправильно. Нужно соблюдать какое-то правильное процентное соотношение. Пример возьму с моего портфеля. Если у меня есть XRP в большом количестве и есть Stellar в маленьком. Почему? Потому что Stellar развития нет. Потому что Stellar, программное обеспечение возможностей, функций для тех же кроссбордных переводов, кредиты, ликвидность, какие колидоры, несравнимо с XRP. Обе имеют ISO-222. То есть я не могу вставить на то, что вот из-за ISO нет проблем. Хорошо. Применение ISO в ноябре, 22 ноября, переход на использование ISO. То есть те проекты, которые уже имеют ISO, получают фору, просто ничего больше. Но если они не будут работать над функционалом, над работоспособностью, рано или поздно, их ISO абсолютно никоим образом не спасет от того, что они с рынка просто выйдут. Вот. Это про ISO. Сертификат просто. Пакет стандартов ISO и более конкретно ISO-222. Думаю, это будет раз и навсегда ответом, что ISO-222 никаким образом не гарантирует успешное будущее проекта. Фору дают? Да. Ничего больше. Далее идем к NFT. Реальная нужда NFT. Применение NFT. Ну, начнем с того, что каждый человек в какой-то форме через короткое время будет иметь еще и свой NFT. Ну, человек уникальный, да? Копии нету пока что. Ну, поэтому и у него будет NFT. Как сказать, паспорт его. Далее. Любая физическая вещь будет иметь свой NFT. Цифровой паспорт. Сейчас мы с другом на Discovery смотрим один сериал, где один большой магазин, который торгует антиквариантом. Неважно, это карточки, это автомобили, это много чего. Что может тут изменить появление NFT? Кроссовки. Реальные кроссовки. От разных брендов. Есть серии, которые становятся очень известными. Их стоит очень... Просто сумасшедшие цифры. Бейсбольные карты, футболные карты, теннисные карты. У меня, например, есть карты поездов. Я никогда не думал, когда был ребенком, что эти карты в один день будут стоить какую-то цифру. И те, кто создавали эти карты, они тоже не думали, что в один день это будет стоить. И ведь сейчас продукты создаются и продаются. И никто не знает завтра, что конкретно будет стоить очень много денег. Какой кроссовок. Сейчас кое-что покажу. Это одна из моих самых любимых кроссовок Jordan серии. И вот эти Jordan, которые я купил недорого. Они тоже набирают популярность. Я долгое время их купил и вообще ни разу не походил. И после того, как начал ходить, оказалось, что неправильное было решение ходить на этих кроссовках. Что я хочу сказать, что и сейчас каждый день много продукции выходит. И мы не знаем завтра, что будет стоить дорого или вообще фантастические цены. В скором времени абсолютно все продукты будут иметь свой уникальный паспорт. Цифровой паспорт. Идентифицирующий именно этот продукт. Так вот, когда Nike продает Jordan, скажем, за 200 долларов. Через некое время, когда я это с помощью Amazon или eBay продаю другому. Автоматически NFT тоже продается. И в NFT есть суперфункция, как royalty. То есть первый, кто создал этот NFT, им всегда будет иметь комиссию от всех будущих secondary, вторичных продаж этого продукта. Это выгодно для Nike. Конечно, он продал за 200 долларов, потом кто-то продал за 1000 долларов этот Jordan, потом за 100 тысяч. И Nike, как создатель NFT, ты не сможешь продать, кстати, без NFT. Никто не будет у тебя покупать продукт, у которого нет паспорта. Который и вправду показывает, что это именно тот номер продукта. Это все идентифицируется. То есть без NFT никто у тебя ничего не будет покупать. Для компании Nike это супервозможность на долгосрок получать прибыль от своих старых продуктов, которые на вторичном рынке будут все время продаваться и покупаться. Возьмем Gucci или другой бренд, который стоит довольно дорого. Пример сумка, которая стоит 50 тысяч долларов. Когда ты покупаешь, для Gucci выгодно сделать на это NFT. Почему? Потому что та идентичная в один-в-один копия, которая есть, если она не имеет подтверждения в форме NFT от Gucci, значит это нереальный Gucci. То есть для Gucci, чтобы рынок раз и навсегда разделилась. Это и вправду Gucci, а не копия стопроцентная, идентичная копия. Нет, это Gucci, а это не Gucci. И если все хорошо у человека, просто он попробовал. И от продажи наук Sony со стороны банка. В обоих случаях есть покупатель. В обоих случаях Gucci абсолютно ни копейки не получает. А когда будет NFT, Gucci, так же как и Nike, будет получать royalty какой-то процент от всех продаж на авторонечном рынке всех предметов. Это были примеры компании, которым выгодно NFT. Второе, это просто индивидуальные артисты. Неважно, ты создаешь музыку, песню, картину. Эти творческие продукты имеют NFT, значит это и вправду этот продукт. Нарисовал его вот тот человек, написал песню вот другой человек. Все, каждый раз, когда песня проигрывается, в рано-радио, в пабе, в любом месте. Тот, кто имеет NFT, получает прибыль. Картина продается, перепродается. Также royalty получает прибыль создатель картины. Поэтому и индивидуалам, и компаниям NFT очень выгодно. Также, поскольку NFT представляет из себя цифровой паспорт физического продукта, мы не говорим пока про виртуальный мир, виртуальные продукты, где NFT то же самое, просто без физического представителя. И тут и дома, и любые документы, вплоть до паспорта. Они будут иметь свой NFT, которое намного легче. Не надо сканировать, сделать фото паспорта, отправить кому-то, а просто можно отправить ссылку на NFT, которое у тебя. Это твой паспорт, твой NFT. То же самое хранится в государственном архиве. Документы, которые не надо будет все время сканировать, сделать фото и отправлять. Нет, в скором времени все документы будут цифровые. Этот документ уже в виде NFT. Ты можешь отправить ссылку на этот документ или сам документ. Что на много раз улучшает получение и отправка документов или рассматривание документов. Также и во время продажи больших продуктов, как, например, домов. Продать NFT, в котором уже все документы касательно этого дома имеются, вот просто этот NFT отправляется другому человеку. Это намного раз быстрее и эффективнее, чем та система, которая существует сейчас. Так, это было про NFT. Далее про CDBC. CDBC, скажем, доллара, ничем не будет отличаться от этого доллара, который существует сейчас. Есть фиат-деньги, есть цифры, которые мы видим на экранах, на банковских предложениях своих. Есть токенизированный доллар. Кеш – это самое проблематичное. В чем проблема? Проблема в его отслишке. Те цифры, которые мы видим в приложениях, на банковских приложениях везде. Много программных обеспечений создаются для того, чтобы они совпадали с тем, что существует. Токенизированная версия – это когда все это убирается, и все, как любой токен. По сути, это NFT, уникален. И можно всегда отслеживать, где оно, у кого оно, и в дальнейшем также в этот список будет, почему это у него или у нее. Так вот, токенизированный доллар, по сути, решает две вопросы. Первое – полная слежка над своими продуктами. Центробанк получает тотальную возможность следить за каждым центом, который он создал. Потому что все это передвигается в блокчейнах. Второе – поскольку самая большая эволюция технологии – это эволюция в цифровом направлении, возможности, новые экономики, просто цифровые экономики, экономики в игр, экономики в социальных сетях, экономики вообще, все цифровая масштабная экономика получает возможность взаимодействовать с основной валютой, которую создает Центробанк. Корпорации будут иметь возможность своей валюты, но и Центробанк тоже. Это как бы гибрид корпорации и Центробанка. Такая экономика ждет нас в будущем. И чтобы вот эти экономики могли работать друг с другом, поскольку корпорации будут использовать блокчейн, потому что им нужно над каждой датой, которую они получают от своего пользователя, быть уверены в гарантии сохранения использования этой даты, что она не будет утрачена или не будет получена от сомнительных мест. И поэтому они переходят на блокчейн. И чтобы валюта сопутствовала технологически, работала с этими новыми платформами, она тоже токенизируется. Все. Все они на одной платформе технологической новой уровне. Вот и все. А если у тебя темные дела и черная бухгалтерия, то это будет очень трудно делать при CDPC. На этом все. Спасибо большое. Увидимся.